Всем привет! Меня зовут Михаил. Я сегодня буду рассказывать, как использовать искусственный интеллект в создании игровых миров для игр. И я расскажу немного про свой пед-проект. Ну, в общем-то, про него и буду рассказывать. Про социальный эксперимент, где люди могут создавать свои собственные кусочки. В общем, это выглядит как один большой мир. Покажем это чуть-чуть позже. И немножко вообще расскажу, зачем делать пед-проекты. Я сейчас работаю в компании Xdata Group на роли чифа AI-офицера. До этого я работал в компании Paxful директором по инжинирингу. И у меня был еще свой стартап, где я был всем в технологическом плане, что я был CTO, разрабатывал ядро. Были девелоперы, которые нам помогали. Было очень весело, но деньги кончились. Да, работая в этих компаниях, почему я этот слайд показываю, потому что хотел рассказать, что работаю в этих компаниях я нанял достаточно очень много людей, в очень большом количестве хайринг процессов участвовал. У меня есть такой базовый список из 12 вопросов, которые я спрашиваю у любого девелопера на интервью. И есть один из них, это вопрос, который самый значимый. Если кандидат отвечает на него положительно, то, скорее всего, он пройдет это собеседование. И этот вопрос, есть ли у тебя пед-проект. Занимаешься ли ты программированием в свободное от работы время? Если да, если это показывает, что у человека есть интерес к индустрии, значит, он хороший кандидат. Значит, если он чего-то не умеет, все равно научится. Главное, чтобы была страсть к программированию. Ну, если был, да, но вообще, если что-то, да, как-то это интересуется. И я вначале расскажу немного о своих пед-проектах, которые я делал когда-либо. Пед-проект не обязательно должен быть интересный. Он может быть дурацкий, он может быть юмористический, он может быть, как этот, допустим, достаточно толстый троллинг. Это русский JS, это плагин для веб-пака, который позволяет программировать на JavaScript на русском языке. Вот пример. Пед-сотрудники, цикл. Не все поняли, не все поняли, я написал статью на Хабре, не все поняли, что это шутка. Начали меня минусовать, пришлось написать, ребята, ну, пожалуйста, включите чувство юмора. Но, тем не менее, 133 звезды на Гитхабе, 76 тысяч просмотров статьи на Хабре. Достаточно было весело это сделать. И как раз я это делал, попробовал, как делать транспиляторы в веб-пак. Получил какой-то опыт, получил какой-то пабрисити. Либо вот другой проект, тоже будет достаточно интересный. Цветная азбука. Была такая идея, что человеку цвет распознать гораздо проще, чем форму. И можно сделать такую азбуку, состоящую из цветных квадратиков вместо букв. И такое веб-приложение, которое постепенно-постепенно будет в тексте менять буквы на цветные квадратики. И тогда после какого-то времени человек сможет читать только цветами. Что-то минимальное для вас. Надо чуть-чуть включать фантазии. Тоже видите? Этот пост прям, я могу сказать, что в это время, это 2013 год был. Взорвал Хабр, 147 комментариев. Люди просто от восхищенных до ненависти, до как вы могли. Очень интересно. Очень интересно было это делать. Либо какие-то более серьезные, как PerfectEA. Я придумал годы 4-3 назад. Это блокчейн-сеть. Это сеть, состоящая из серверов, которые майнят. И я подумал, что бы если вместо мощных серверов использовать браузеры-пользователи. Соединять их через WebRTC и делать на этом основании блокчейн для компьютерных игр. Идея сошла хорошо. Финский венчурный фонд выделил нам 640 тысяч евро на развитие этого проекта. У нас был хороший офис. Мы написали проект, но немного прокапились с маркетингом. То есть мы как технические специалисты сделали блокчейн-сеть, которая работает в браузере. Но не нашли клиентов, и проект пришлось заморозить на некоторое время. Тут какой-то был слайд. Но сегодня я вам рассказываю про генерацию картинок. Пожалуйста, поднимите руки, кто пробовал генерировать картинки с помощью искусственного интеллекта. Ништяк, супер. Но я хочу сказать, что генерация картинок это немного больше, чем просто конвертация текста в изображение. Генерация картинок может быть разная. И я буду рассказывать про мой экспериментальный, новый экспериментальный проект. Вы уже готовы, что мой экспериментальный проект может быть чуть-чуть с шизой. Это мир, изметрический мир, где любой кусочек может быть создан игроком, ну, пользователем игроком, потому что в это нельзя пока что играть. Вот так это выглядит на продакшене в данный момент. Позавчера мы перешли порог в тысячу генераций, более тысячи кусочков сделано 400 игроками. Как такой мир делается? Достаточно красиво, и в этом мире посмотрите, как все выглядит гладко. Как один гексагон, полигон перетекает в другой, все равно видна структура, но видно, как это все цельно, как это красиво. Даже здесь экран, конечно, понимаете, цвета много что съедает, но все равно вы видите красивый, насыщенный мир. Мне нравится, если вы знаете аниме «Паприка», то там такой момент, где был парад, где было все-все-все навалено, и это вот прям вдохновлялся этим. Герой магии меча третье. Вот это все мне нравится, как вы видите. Окей, как делать такие штуки? Давайте начнем с бэкграунда. Для бэкграунда я использовал зеленый фон, и в зеленый фон просто добавил чуть-чуть шума. Это олицетворяет траву, какое-то поле, и немного шума надо, чтобы когда искусственный интеллект начал генерировать картинку на этом фоне, и у него фантазия откуда-то появлялась. Грубо говоря, когда человек смотрит на облака, и в облаках видит какую-то лошадку, там еще что-то, то искусственному интеллекту тоже нужен какой-то шум. Когда я говорю искусственный интеллект, я подразумеваю Stable Diffusion. Дальше я разделил мир на шестиугольники. Шестиугольник — это прекрасная форма, потому что у него много нету углов за другими, потому что изначально я думал делать квадраты, но в квадратах неудобный вот этот самый край, когда пересекается с следующим квадратом, там у Stable Diffusion начинаются баги, потому что он не понимает контекст квадрата, который не рядом, а который через угол. Шестиугольник в этом плане идеальный. И давайте попробуем с первой ячейкой. Вот я взял и указал маску, что надо генерить только шестиугольник посередине, и написал красный дракон. Изометрик-вью, бла-бла-бла, ключевое слово «красный дракон». Посмотрите, как красиво он вписался, да? Посмотрите, как будто он… Ну, не идеально, я согласен, но все равно очень красиво, все равно красиво, мне очень нравится, лично мне нравится, а так как это мой пед-проект. Посмотрите, да, какие-то есть моменты, как у него вот эта лесенка красиво торчит, пускайте. Ну вот есть баги, правильно вы сказали, да, что обрезаны кончики деревьев, и это мы чуть-чуть попозже починим. Следующее я взял и чуть-чуть сдвинул изображение, и начал генерировать другое изображение. Каждому дракону нужен замок, и я сделал замок. И посмотрите, как красиво замок вписывается к дракону. Это выглядит, как будто бы это продолжение, одна картинка продолжает другую. Вот, посмотрите, вот крупные эти участочки. Аркадий, почему забор не пошел сверху дракона? Он должен был пойти. Потому что stable diffusion в алгоритме image-to-image, он понимает контекст. И он понимает, что там уже нарисован какой-то этот, и он пытается вписать изображение в уже существующий контекст. Поэтому я дальше покажу, как выглядит маска, но эта штука с контекстом, вот, вот прям сейчас и покажу. Маска выглядит вот так. То есть я беру изображение с драконом, сдвигаю уже на другую ячейку, вырезаю его 1024-1024 пикселя и указываю такой шестиугольной маской, указываю область, которую надо генерировать. И важно, что дракон чуть-чуть попадает в область генерации. То есть мы даем искусственному интеллекту место для фантазии, чтобы он прицепил одну картинку к другому. В продакшене это выглядит вот так, что прям берется, допустим, мы представим, что мы хотим сгенерировать ячейку вокруг которой уже сгенерированы какие-то моменты. Это вот я взял из спрода картинку. И вот так выглядит маска, да, то есть я, маска специально с рваными краями, чтобы, чтобы у него, ну, понимаете, было более гладкое, более гладкое встраивание одной картинки в другую. Ну, давайте добавим ракету. Ракета, смотрите, добавилась третьим гексагоном. Добавим деревню. Смотрите, как деревня красивенько все вписывается. Добавим плазмобол. Почему нет? Добавим великое дерево. Посмотрите, как она тоже. Есть баги. Есть баги, не все красиво. Допустим, здесь рваный край. Но уже допустимо. Вот так это выглядит уже с нашей небольшой генерацией. Вы видите, что создается уже какой-то небольшой мир. Добавим Death Star, звезду смерти. Смотрите, как он понял, что надо взять этот мир в изометрическом виде, нарисовать звезду смерти и встроить ее в эту общую картинку. Дитя заката. Розовый фламинго. Красивенько. Девочка, ты не знаешь? Нет, это я. Я пробовал максимально из разных миров брать какие-то промпты. Потому что если я буду писать замок, лес, волшебный лес, эльфы, то понятно, что все будет красиво. И надо быть готовым к тому, что пользователи будут писать вообще все, что угодно. Поэтому я пробовал, ну пытался как можно дальше по логике растащить эти промпты. Чуть-чуть привидений. Роботы из аниме. Роботы из аниме, красавчик, как красиво туда встал. Город с небоскребами. Водопад. Водопад оказалось почему-то, это моя любимая генерация, что водопад куда не пишешь, везде хорошо встраивается. Почему-то он прям так. Водичка там есть, потому что как бы есть простор фантазии, чтобы устроить. Бич-пати, посмотрите, вот это как красиво, да? Вечеринка, ой, вечеринка-пати. Вечеринка, да? Тусовка на пляже, да. Посмотрите, как красиво там люди туда встроились. И что мы приялись с Table Diffusion, что посмотрите, что все они в купальниках. Но мы можем написать NSFV, и все будут без купальников. Это не... Тени, ты как-то говоришь, с какой стороны? Нет, 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 он сам додумывается. Если посмотреть на продакшене, уже наготовый, видно, что как раз главный... Не главный, а одна из больших проблем, то, что тени с разных сторон падают. Но он все равно пытается догадаться, он видит контекст окружающих изображений. Если в углу Солнца полезет, он же когда-то не будет гадать? Ну нет, он пока не настолько умный. Он все-таки видит просто вокруг окружающие пиксели. Посмотрите, как целостно, да? Какой красивый целостный мир. Вот так это выглядит на продакшене. Понятно, что ничего не видно. Но поймите, что это около... Около более тысячи шестиугольников уже сгенерировано. Люди заходят. Любой человек из вас может прямо сейчас зайти. Не надо прямо сейчас заходить после доклада. Можете зайти. Вам за то, что вы туда зайдете по своему Google-аккаунту, вам будет начислено 300 поинтов. И эти поинты вы сможете потратить, чтобы сгенерить три картинки. В браузере будет моих? Не думал, что кто-то спросит. Да нет, конечно, пока что нет. Пока что нет. Да, все это засовывается в браузер легко через... Есть множество API. Есть от Stable Diffusion официальный API. Есть Civit AI. Есть много-много разных компаний, которые предоставляют. Можно развернуть свою ноду со Stable Diffusion. Но есть проблема, что вам нужна нода с GPU. А самая дешевая нода с GPU на Amazon, на AWS, стоит, по-моему, 350 долларов в месяц. Ну, достаточно дорогое удовольствие. Я покупаю у индусиков API, индийская компания. Достаточно плохой сервис. И когда вы начнете пользоваться, увидите, что каждая примерно четвертая генерация фейлится. Но... У нас не знаю, что здесь устает. Художник устает. Самый самлюблен. Как хорошо, если в тюрьме все... Но 250 евро в месяц дешевая цена... Но оттуда надо, что там точно кто-то танцует на пляже. Может быть, да. Вот. И что я дальше придумал? Что за каждую генерацию мы можем не просто просить пользователя написать что-то. Потому что пользователи будут писать просто там, типа там, лес, дом, еще что-то. И следующая логика, которая... Когда пользователь вводит какой-то промпт для генерации, этот промпт с помощью Клода Яй, или с помощью чат-жипетина, на данный момент Клода Яй, оценивается его креативность. И оценивается креативность в очках от 0 до 100. Ну, то есть, чем более креативный промпт, тем больше тебе очков дают. И эти очки... Кто оценивает? Чат-жипетия оценивает креативность промпта. Чат-жипетия оценивает... Да, да, да. Пользователь пишет промпт. Досу лучше, скажем. Ну, досу дороже. И это выглядит так впроте, что вот, допустим, человек написал... И удалил уже, кстати. Человек написал промпт, и у него появились красивые лисички, ему дали 63 поинта. Это количество поинтов, которые будут начисляться, которые можно схарвестить каждый день. И уже накопилось, сколько дней прошло, накопилось 315 поинтов. То есть, игрок может зайти, эти поинты собрать, и сделать еще какие-то генерации, расширить мир. Также он эти может поинты использовать для того, чтобы к своим шестиугольникам привязать ссылку на свой сайт, чтобы какой-то был у него интерес на свою социальную сеть. Оценивается именно текст промпта или аэстетика картин? К сожалению, текст промпта. Хотелось бы эстетика картинки, но это чуть сложнее. Но текст промпта, он как бы, ну, типа, все равно мотивирует пользователей. То есть, даешь примеры креативных промптов и любит обшенки? Да, да, я пишу ему, типа, на 10 очков такой-то промпт, на 20, такой-то 30, 40, 50, и он там примерно понимает. Но я вам скажу... Не, конечно, можно. И, конечно же, там в следующем промптом написано, что пользователь будет пытаться сломать систему в случае чего, там, тра-та-та-та. Если пользователь пытается сломать систему, то у него 150 очков списывается, и это сразу у всех отбивает желание. Но примерно раз в час я получаю месседж, что кто-то пытается обмануть нейронные сети. Плюс к этому хочу добавить туда механику, чтобы можно было захватывать чужие ячейки и, конечно же, выпускать их в качестве NFT. Hexagen.world – это Hexagon-Girated World. От адреса сайта можете зайти, потыкать, посмотреть. Очень интересно. Но можно на этом делать не только игры. Я попросил свою дочь, которой 6 лет, 7 лет. Нарисовала 6. Ну, нарисовала 6, да. Нарисовать картинку. Она нарисовала картинку. Это я просто для иллюстрации работы алгоритма Image to Image, что я взял эту картинку, добавил к этой картинке описание промп, что это значит дракончик едет на машине, в кузове, не сразу понятно. И вот посмотрите, какие прекрасные варианты сделал Stable Diffusion, что снизу появился совсем натуралистический дракончик. Бывают такие. Ребенку очень нравится, очень красиво, когда его такой простой рисуночек трансформируется в нечто такое. Посмотрите, как он понял капельки. Я не писал капельки облака, он сам понял, что это капельки нарисованы. Вот это до этого еще было. Это просто через Stable Diffusion локально. И это все сделано локально. Все самое важное на этом Mac, то есть не нужен интернет, это делается на обычных машинах. Генерация каждой картинки на этом Mac. Mac не очень лучшая машина, чтобы генерировать картинки, но одна картинка генерируется где-то 20 или 15 секунд. Ну, достаточно быстро. Или вот можно немного криповую часть, извините, моя фотография. И мы можем взять ее за исходник и попросить сделать собачку. Или вот тигра. Вот эти вот индусики, которые у меня. Или вот жирафа. Или же следующая вещь, которая увлекает меня больше всего, это Deforum. Это плагин, который позволяет, вы можете написать промт, и потом, я помните, говорил, что картинка генерируется из шума. Изначально делается белый шум, и потом нейронная сеть как бы в этом шуме проглядывает, узнает какие-то картинки. И вы можете этот шум чуть-чуть-чуть менять. И тогда картинка будет меняться чуть-чуть-чуть-чуть. С одним и тем же промтом, с одним и тем же седом. И посмотрите, мы можем взять этот, чуть-чуть-чуть менять шум, и чуть-чуть-чуть менять картинку, и получить серию картинок, которые чуть-чуть друг от друга изменяются. красиво посмотрите даже так красиво мне это вот это видео почему-то качество плохое но вы видите как красиво от начала до финального ролика заняло у меня 4 часа от того момента как я придумал что я хочу сделать что-то такое да фабрика провода роботы сделать анимацию нашел потом какое-то бесплатное музло сейчас бы я бы через сумму конечно бы сгенерировал и сделал такой ролик представляю если бы мне бы надо было бы эту 3d модель сколько бы время бы на это потратилось а тут это почти бесплатно 4 часа на вот этом макбуке очень красиво но еще тут разрешение плохое детальность а тут важны детали что детали все мелкие все прям такое качественно качественно и бесплатно бесплатно так хореном одного раза ну да да примерно одна минута четыре часа это все сколько я там разбирался ну я там чуть-чуть халтурил я делал 12 кадров fps и потом использовал другую нейронную сеть который повышает 12 fps до 60 fps как как поступить если вы хотите да попробовать что-то такое сделать это локально у себя на компьютере стебл дефюжен это просто но это как библиотека да то есть это вам надо знать питон написать на питоне там туда-сюда запустите не очень удобно если вы хотите просто поиграться если вы хотите делать картинки каждый день если вы хотите подключать какие-то плагины основной инструмент для создать для использования стебл дефюжен локально это автоматик 1111 такой вот айтишники фантазеры по названию это такой локальный сервер вы скачиваете достаточно простое это шаги по установке но надо знать как запустить терминал если вы знаете как запустить терминал все остальное сделать легко здесь простой интерфейс выглядит достаточно сложно просто но что много кнопок много настройки но что но она в начале вы просто пишете да промт нажимаете дженерейт и потом начинаете двигать эти все настройки может какой-то туториал простенький посмотреть на ютубе их очень просто много и это невероятно затягивающие вещи это невероятно затягивающие вещи тут вы знаете я потом часто обнаружу себя там два часа ночи и я уже там пятый час сижу делаю какие-то картинки потому что меняешь один параметр и вся генерация меняется и все становится еще красивее красивее я как знаете 12 лет занимаюсь программированием а до этого 6 лет работал дизайнером было директором и я понимаю как это знаете мне как бесплатно деньги даю да я понимаю что на каждую эту штуку я бы потратил бы если бы рисовал это в иллюстраторе там потом доводил бы фотошопе я бы потратил бы месяц да тут это мне это 15 секунд и это так круто и и вот этот интерфейс который казалось бы сложный он учится достаточно просто потому что у вас появляется очень много мотивации это делать очень много мотивации это все понастраивать и еще плюс к этому есть огромное количество плагинов если вы зайдете в вкладку плагины или как он extensions можете посмотреть делать всякие там дипфейки делается там все что угодно до форум вот эта штука для анимации это тоже extension тоже можно здесь установить и делать свои какие-то собственные анимации но стебл дефюжен это моделька которая которая пресная то есть стебл дефюжен она супер мощная она очень хорошая но она достаточно пресная потому что в ней сразу все и фотографии и аниме и пиксель арт и сразу все 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 что вы можете представить все пытались туда запихать и ее главная цель не генерить арт а генерить то что пользователь захотел и поэтому существует большое количество комьюнити моделей это когда берут стебл дефюжен и вот отренивают например на аниме на чтобы получилось аниме который стебл дефюжен узко специализированный на аниме или на каких-то вот таких вот как середине детальных иллюстрациях либо каких-то волшебных таких моделек очень много и если вам надо что-то конкретное то лучше вам скачать ну типа в автоматик 1111 и в него подгрузить какую-то дополнительную уже при тренинге комьюнити модельку основной сайт это civity.com это сайт где хранятся модельки это прям вот оттуда тоже можно начать это сайт социальной сети где люди выкладывают свои генерации можно вставить лайки можно смотреть модельки видосики какие-то читать статьи это такой большой сайт большой стартап ну может быть да да и вот невероятная вчера вышла вещь вам расскажу со мной с этим сайтом цвета я вчера мне написал в дискорд все этот сео и фаундер civity.com говорит михаил я видел вашу игру это так супер круто хочу вам запартнерятся с вами и завтра вечером я с ним созваниваюсь ну вот мы там чуть-чуть посидели партнерство будет в том плане что я добавлю где-то их логотип они предоставят бесплатно мне их сервера для генерации картинок но прощайте индусики если вам нужны больше примеров я вам рекомендую это сообщество на реддите реддит это главная штука это стейбл диффюжен и в дискорде тоже стейбл диффюжен и он стейбл диффюжен потому что он стейбл диффюжен как вы понимаете я рассказывал на прошлом докладе если вы не были стейбл диффюжен популярен не только для тока обычных картинок а для на цифра ворк да для обнаженных людей диснеевские принцессы шрек все что вы можете представить вы можете найти в сообществе он стейбл диффюжен я вам гарантирую что больше чем вы можете себе представить намного больше но как всегда знаете порно двигатель прогресса и если вам интересно прямо именно качественные работы до посмотреть как люди делают анимации и и какие-то детали какие-то туториалы то он стейбл диффюжен сообщество гораздо более полезное и невероятно что количество участников в стейбл диффюжен в три раза больше чем в официальном количестве стейбл диффюжен но маг допустим хорошая машина до чтобы запускать но вам все равно работа стейбл диффюжен но вам все равно нужен если вы хотите заниматься этим профессионально вам нужна видеокарта нвидео да потому что стейбл диффюжен за вся вот эта вся эта вся эта инфраструктура заточена под видеокарты нвидео и если вы хотите допустим сделать 3-4 картинки то нормально это ждать если вы хотите делать много картинок или вы хотите делать видео то вам конечно маг не очень подходит есть прекрасный сервис ран под айо есть много таких сервисов которые позволяют ваш джипитер ноутбук арендовать за недорого машину например вот сколько тут ну 70 центов в час да вот хорошая машина с а-40 видеокарты там rtx вон за 80 ну в общем туда закидываете денежки поднимаете там instance но тут надо быть уже немного технарем поднимать instance вам запускается джипитер ноутбук джипитер ноутбуки это такое длайте или google коллап есть тоже такой сервис короче рампа то я использую мне очень нравится советую вам тоже не реклама таким образом там это работает то есть вы понимаете инстанис там запускается ноутбук это такой ну типа веб-интерфейс чтобы запускать питон код есть уже готовые готовы как бы ноутбуки под стейбл дефюжен достаточно много с плагинами достаточно просто разобраться вот вот и все x1.world советую вам зайти за или вот на linkedin и найти меня я много чего пишу публику игры вопросы да да не тащит есть какие-то попытки адаптировать стейбл дефюжен вообще ну какие-то вот ну типа трансформеры существующие в под мак но нет у мака какой-то своя в своя собственная там но я не знаю детали но этот это м1 pro и он достаточно медленный да для этих всех потому что он не не этот не урал как это нейронное ядро не использует все-таки и даже видеокарта как это есть nvidia второй кто амд да вот есть амд амд видеокарты даже если вы хотите видеть стейбл дефюжен амд запустить вам придется там повозить какие-то дополнительные библиотечки что-то под настраивать nvidia сейчас номер один это для этого всего ртx видеокарточка раньше все использовали их для майнинга сейчас видите ситуация поменялась но авторский такой сложный вопрос и знаете что он никогда вам не он если ты попросишь сгенерировались микки маус он сгенерирует микки мауса да потому что стебл дефюжен это свободное и там люди тренируют на чем хотят это дтп дракона он не нарисует в точности дракона который был у кого-то нарисован да он возьмет его за идею но например точно так же как я пойду по музей посмотрю какую-то картину нарисую похожую сейчас я знаю ну на данном этапе это не расплава авторское право не распространяется на трансформированные изображения потому что даже когда ты делаешь коллаж из нескольких изображений уже все авторское право пропадает это очень близко к коллажированию но не стоит на месте новые регуляции выходят сейчас вышли новые регуляции в евросоюзе уже да что все вон там шаг влево шаг да да сейчас сейчас это дикий запад да что можно генерировать все что угодно и пока что туда не добрались но я думаю что как скрипту будет что если когда начнут регуляции просто выводишь компанию на кайманово острова и там генерируешь на кайманово островах а ну баги во первых а да баги это стебл дефюжен 2 через месяц выходит стебл дефюжен 3 стебл дефюжен 3 уже доступен по api у официальных на официальном сайте но комьюнити еще не выложены выложены будет в течение месяца стебл дефюжен 3 гораздо лучше рисует и стабили тени компания они говорят что стебл дефюжен 3 это последний версия стебл дефюжена потому что четвертый нет нужды потому что он уже будет ну типа и так делать все что люди попросят и это конечно альфы версии здесь есть что настраивать есть настраивать маску там есть много что не туда не так работает но стебл дефюжен 3 когда он выйдет придется все это перегенерировать но так себе затея но будет конечно гораздо все точнее потому что уже есть примеры как он делает и делает достаточно точно и качественно у меня как в администраторе есть кнопка регенерит если кто-то делает что-то некрасиво я нажимаю регенерит цензура конечно я же это из россии переехал у меня это в крови да а не этого у них у этот называется модель лап нет они позволяют что чем они мне нравятся что они позволяют мои собственные модель когда загружать я нашел на цветы я и модельку которая но я выбрал из всех моделек которые лучше всего генерируют изометрические изображения и подгрузил ее и но типа использую не но сейчас я думаю что скорее всего можно можно их мерджить можно взять комьюнити модельки их смерчить в одну да 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 здесь было бы не они конечно это что что все сервисы такие бы не позволяет все ну настраивать свои собственные параметры и да да параметры это я настраивал давить меня настроенных что когда идет запрос к ним на 5 там передается стрельц но сила шум там туда-сюда насколько сильно меняет ее насколько ну должно быть имидж то имидж изначально сколько от 1 начальной картинки должно остаться еще раз да с одним тем же сидом если сид один и тот же то крошка будет всегда за этаж рандомные да 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 разный но я могу передавать один тот же сид чтобы была одна и та же кошка то есть это но чем чем стей был дефюжен отличается от допустим и джор не от всех от остальных до закрытых систем что у него там тысяч но не тысячи но десятки ладно настроек да и он супер гибкий если вам надо допустим имидж что имидж картинку чуть-чуть изменить вы можете настроить чтобы чуть-чуть если вам надо там только в одном месте там или чтобы вас там она плавненько был переход стей был дефюжен поздавать дает вам стопроцентный контроль которыми джорни мне там не дали вам никогда не даст давайте да не я чё похож на такой человек не я не но я я маску только загружаю я никакой там особой математики сложные методом все делаю сидел это такой это пед проекта то есть понимаете это не проект на который я там ну потратил много времени еще интересно что кстати интересно что этот проект на 80 процентов написан через клода яй я использовал фреймворк nest gs он такой достаточно сильно структурированный и просто к лоду пишу и говорю мне нужен такой то такой то чтобы пользователь возвращался такими-то параметрами и он мне генерит код ну и я хороший программист я читаю код вставляю меня был еще интерес когда я создавал этот проект попробовать написать его через искусственный интеллект прям новые модельки текстовые так хорошо программирует мне так это понравилось и это изначально что я это делаю не для того чтобы там деньжи ищи заработали да к сожалению а чтобы но чтобы научиться чему-то новому потому что нельзя же экспериментировать на рабочих проектах промышленного программирования до приходится поэтому делать свои собственные что-то такие иногда это получается красиво я прихожу на дэв-клаб рассказываю я думаю последний год мы здесь с вами радуемся но я при много программирую с помощью искусственного интеллекта я вижу за последние полгода как сильно он изменился саджи 535 очень плохо программировал маленький у них как происходит как месяц от месяца количество кода которые можно просить его спрограммировать становится все больше и больше изначально чат же 535 генерал маленькие функции каким-то там типа regx братом разобрать потом больше 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 и сейчас дошло до того что он целые модули для место например вне генерида но я вижу я вижу вот этот скорость какой он развивается я думаю что год ну максимум два и все и нам всем хана но я а какой секьюрици ваш компания к сожалению очень скоро сильно отстанет но я не веду что но и тут выхода нету до что типа либо ты платишь там десятью девелоперам там по грубо говоря не за там по пять тысяч до либо ты платишь там одному 10 но да 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 но есть тем более что но допустим сейчас фейсбук выпустил ламу 3 это локальная модель к которой вы сможете он достаточно но она не чат же 5 4 но она уже очень мощная она уже хорошо программирует и вы можете ее она это комьюнити модель к вы можете развернуть у себя на своих серверах и гонять искусственных лекций чтобы он не уходил никуда за пределы вашей инфраструктуры но я честно говоря вот это смеетесь нет но я недавно смотрел курс электросварки на русском языке почему-то все это говорят что вот под водой варить чтобы денег больше давай но я думаю что будут везде но по крайней мере пока этих роботов сделают но не так скоро это туда придет так еще вопрос нет нет я это я сам делал вчера я не они они это все вот так это выглядит смотрите можете несколько тысяч картинок все это сделано все картинки красивые можете там вот зумы зума вот это самые запрашиваемые фичи и будет когда у меня дойдут руки делать что-то там каждая картинка тысячи двадцать сейчас ты был дефюжен генерировать картинки 1024 на 1024 пикселя каждая картинка из них я их зимой в четыре раза чтобы в ретине хорошо смотрелось и поэтому получается вот такой размер то есть это размер не так как я захотел чтобы на ретин дисплей хорошо показан можете смотреть не она можно да но можно там команд плюс на лайфхак да ладно все спасибо вам большое просто спасибо